Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – Совет первосвященников и фарисеев против Иисуса. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 46 по 57 стихи. Предшествующая часть 11 главы рассказывала о том, как Господь Иисус Христос воскресил Лазаря, находившегося на протяжении четырех дней во гробе. И вот 45 и 46 стихи говорят о реакции, которая последовала со стороны иудеев, находившихся в Вифане. С одной стороны, 45 стих 11 главы, многие из иудеев, пришедшие к Марии и видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него. С другой стороны, 46 стих, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Итак, идут и рассказывают фарисеям, которые уже на протяжении долгого времени являются идейными оппонентами Господа Иисуса Христа. Какова же будет реакция фарисеев? Ведь рассказано им не просто о чуде, не только о величайшем чуде, но о чуде, о котором не знал ни еврейский народ, ни окружающий мир. Воскрешение человека, уже находившегося во гробе, плоть которого уже была подвержена тлиню. Разве не должно это было доставить радость? Разве не должны были фарисеи возвестить, что наконец-то они убедились, что вот оно то самое знамение, благодаря которому они уверуют в Иисуса из Назарета, как в настоящего Мессию Израилева. Вот то знамение, которое является залогом, что и они не умрут, и те, которых они тоже привлекут ко Христу, не умрут. Но все происходит с точностью до наоборот. 48 стих 11 главы. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет. Здесь употребляется греческое слово синедрион. Это слово синедрион. По-русски синедрион. И, кстати, отсюда же происходит и древнееврейский термин сангедрин. В древнегреческой литературе употреблялось очень широко. Оно было одним из общих слов, которые обозначали встречи, совместные заседания или собрания. Например, его использовали для того, чтобы указать на заседания городских советов, ариапага в Афинах, сената в Риме, а также советов, когда собиралось высшее руководство государства. Чуть позже, в эллинистический период, это слово также стало указывать на заседания судов разного уровня. Иосиф Флавий, еврейский историк, употребляет этот термин в нескольких различных смыслах. Для указания на судебные собрания, на религиозные собрания, созывавшиеся предводителями народа. Но не обязательно этот термин у него означает собрание высших руководителей в Иерусалиме с постоянным составом. Вероятно, существовал некий постоянный совет в Иерусалиме, куда входили как религиозные, так и светские руководители, и который имел влияние не только над городом, но за его пределами как в Иудии, так и в других частях Палестины. Евангелие описывают некий синедрион в Иерусалиме, который действовал как судебный институт, в котором обсуждались также религиозные и политические вопросы, в состав которого входили первосвященники, старейшины, книжники, фарисеи, саддукеи и другие лица, вероятно, городские руководители. В книге «Деяния апостольских» в 22 главе в 30 стихе, кроме всего перечисленного, указывается, что синедрион представлял еврейский народ перед римскими властями. Позднейшая раввинистическая мишнаитская литература, то есть литература конца II-начала III века по Рождестве Христом, в частности трактат, который так и называется «Сангедрин», то есть синедрион, описывает существование в Иерусалиме в эллинистический период некого великого синедриона, который заседал в зале тесаного камня на территории храмового комплекса на Храмовой горе. Согласно трактату, он состоял из 71 члена, но исследователи, проводя аналоги с библейским повествованием, считают, что состав мог колебаться от 70 до 72 человек. Великий синедрион рассматривал дела особой важности, связанные с бунтами, лже-пророками, совращением жителей города Воделла плаклонства и так далее. Ему были также подсудны первосвященники, обвинявшиеся в уголовных наказаниях. О каком синедрионе идет речь здесь, не до конца понятно. Был ли это великий синедрион или некий синедрион, в состав которого входили представители как религиозных кругов, так и светские деятели. Итак, первосвященники и фарисии стали инициаторами созыва этого заседания синедриона. Продолжение 47 стиха. Собрали совет, синедрион, и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. В греческом тексте этот человек делает, творит многие знамения. То есть, такие дела, в том числе и сверхъестественные, чудесные, которые указывают, указывают на то, что он является тем самым Машехом, Мессией, ожидаемым еврейским народом. 48 стих. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Нельзя это оставить так, но они уже для себя решили, что и нельзя признать, что Иисус есть тот самый Мессия, которого следует принять. Да, он творит знаки, но для них он неприемлемый Мессия. И вот, как понимать 48 стих? Почему, если его не остановить, понятно, он будет пользоваться в народе популярностью, почему из этого будет следовать, что придут римляне, завладеют и местом, и народом? Ведь римляне уже здесь. Территория Палестины уже оккупирована римлянами на протяжении более чем 90 лет. Окупация началась в 63 году до Рождества Христова, а эти события происходят или в 30, или в 33 году, в зависимости от того, какую хронологию мы принимаем. Итак, римляне уже почти 100 лет здесь. Почему же первосвященники и фарисеи боятся пришествия римлян, то, что они овладеют этим местом, то есть этой территорией и этим народом? Ответов может быть два. Первый ответ. То, что народ пойдет за Иисусом, Иисус организует восстание против Рима, придут римляне, и, соответственно, для того, чтобы подавить восстание, они уничтожат огромное количество людей, и, соответственно, совсем иначе будут относиться уже и к этой территории. Если на данный момент они признают, что здесь живут евреи, евреи могут пользоваться этими землями, то евреи после этого, после подавления восстания, будут изгнаны. Второе объяснение заключается в том, что фарисеи и предосвященники видели, что Господь Иисус Христос настроен очень миролюбиво. Господь говорит, блаженные миротворцы, но нигде ни Он, Христос, не призывает к свержению римской оккупации, ни Иоанн Креститель, который готовит путь ему, не делает таких заявлений. Более того, мы знаем, что когда воины приходят к Иоанну Крестителю и спрашивают, как нам быть? Он им отвечает, ни на кого не кривещите, не отнимайте ничего и довольствуйтесь своим жалованием. Он не говорит им, идите с нашей земли. Он не говорит им, не подчиняйтесь вашему командованию, хотя это оккупационные войска. Итак, ни Господь Иисус Христос, ни Иоанн Креститель не делали оппортунистических политических заявлений против римской власти. Значит, второе объяснение заключается в том, что они наоборот могут спровоцировать еще большее угнетение со стороны Рима евреев. Как бы то ни было, и в первом варианте, и во втором варианте объяснения с точки зрения первосвященников и фарисеев дальнейшая деятельность Господа Иисуса Христа приведет к полной оккупации Римом Палестины и к изгнанию евреев. Как мы с вами знаем, именно восстание против Рима, зачинщиками которого были Зелоты, и которое началось в 67-68 годах, закончилось в 70-м разрушением Иерусалима и храма, и было тем самым мощным первым поражением, после которого евреи стали, евреи начали сгоняться с этих территорий, ну и конечно все довершило второе антиримское восстание под руководством Баркохбе уже в начале второго века. Итак, боятся, что придут римляне. 49 стих. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им. Некто из них, будучи на тот год, получается, в тот период был не один, а несколько первосвященников. Да, в этот период произошло некое уклонение от порядка, предписанного в законе Моисеевым. Первосвященники назначались и отстранялись римской властью, так что одновременно жило и действовало несколько первосвященников, но основным или реальным священником считался только один из них. Вот что пишет об этом Иосиф Флавий. На основании его слов можно понять, что некоторые лица, которых назначали первосвященниками, занимали эту должность не больше года, ну, а кто-то мог быть первосвященником и больший срок. Иосиф Флавий, Иудейские древности, 18-я книга. «Римский правитель Валерийград, предшественник Понтия Пилата, отнял первосвященство у Ханана или Анны и передал его Измаилу. По кратком времени сместил и этого и поставил Элиазара, сына Ханана, то есть Анны. По прошествии года сменил и этого и поставил Симона. Этот был первосвященником опять не больше года, и Иосиф, называемый Каиафа, стал его преемником. Иосиф, называемый Каиафа, был зятем Ханана или Анны, и он был первосвященником долгий период времени, 11 лет, с 25 по 36 годы по Рождестве Христовым. То есть именно в этот момент, который повествуется, излагается в Евангелии от Иоанна, как раз Иосиф, называемый Каиафа, и был действующим первосвященником. Почему же евангелист Иоанн говорит о нем один из них некто Каиафа, потому что его тесть Анна или Ханан был очень влиятельным, очень знатным человеком, и возможно в этом религиозном собрании председательство как раз не Каиафа, он был один из них, членов Синедриона, а председательство как раз Анна. Но Каиафа, как действующий, всеми признаваемый первосвященник, берет слово. Что же он им говорит? Он начинает с довольно резкого заявления в адрес уважаемых членов собрания. «Вы ничего не знаете». Он хочет подчеркнуть, вы нерешительны, вы сомневаетесь, вы трусливы, но настал момент решительных действий. Только решительные действия, которые сейчас предложат Каиафа, носят преступный характер. 50 стих «И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Он предлагает убить Иисуса из Назарета. Убить и в таком случае у Иисуса не будет последователей и в таком случае римляне не будут спровоцированы на дальнейшую оккупацию и изгнание евреев из Палестины. Лучше, чтобы один человек умер за людей. Обратите внимание, здесь в греческом тексте стоит термин «лаос», то есть некое сообщество людей, объединенное определенной идеей. Лучше, чтобы он один умер ради нас, ради тех, кто понимает эту ситуацию, мы его убьем. Но чтобы это лучше, нежели чтобы весь народ погиб. А вот здесь уже народ эфнос, то есть еврейский народ. И так мы организованное собрание Лаос решаем убить Иисуса, дабы сохранить свой народ эфнос. «Однако говорит он о злодейском убийстве, но будучи первосвященником, невольно изрекает пророчество от Бога, имеющее другой, возвышенный богословский смысл». 51 стих «Се же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ» 52 стих «И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». Здесь Каиафа говорит во-первых о еврейском народе, потому что Иоанн Богослов использует термин «эфнос». Эфнос это именно народ, который объединен общим предком, историей, культурой, языком и так далее. Ну а конечно же Каиаф имеет в виду одно, а будучи первосвященником, поскольку еще продолжается период Ветхозаветной Церкви, действуя неосознанно по благодати Божией, он возвещает по смыслу совсем иное. То, что Иисус умрет, дабы искупить, но не только еврейский народ, а и в 52 стихе также рассеянных чад Божиих собрать воедино. Иоанн Богослов не говорит, что умрет и за другие народы, потому что в тот момент все остальные народы пребывали в язычестве, только один народ еврейский имел откровение Божие, поэтому говорится о еврейском народе и тех лучших представителях среди язычества, языческих народов, которые были готовы услышать весть о Христе, а услышав ее принять и уверовать в Него, а значит и получить замечательные плоды искупления, которые принесет его смерть. 53 стих «С этого дня положили убить его». Итак, Синедрион, выслушав Каиафу, пришел к выводу, что его аргументы убедительны. Как бы ни поступил Иисус, как бы дальше не развивались события, будет ли Иисус подстрекать против римлян или наоборот займет пацифистскую позицию, в любом случае он представляет угрозу и ради устранения этой угрозы, чтобы народ сохранился, необходимо Иисуса убить. 54 стих «Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город называемый Эфраим и там оставался с учениками своими». Господь будет ждать до наступления праздника Пасхи и чтобы не подвергать себе опасности вместе с учениками уходят в город Эфраим, который находится рядом с пустыней. Возможно для того, что если возникнет опасность, он на некоторое время с учениками может укрыться даже в пустыне. 55 стих «Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасху, чтобы очиститься». Приближается Пасха, паломники сходятся в Иерусалим, приходят заранее для того, чтобы принять участие в обрядах ритуального очищения, чтобы подготовиться к празднику. 56 стих «Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг к другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Среди пришедших в Иерусалим было огромное количество людей из разных других регионов, людей, которые не были запуганы священниками, фарисеями и те, которые слышали об Иисусе, поэтому хотели бы и увидеть Его, а может быть увидеть какое-то Его знамение и, конечно же, услышать Его учение. Поэтому они, придя в Иерусалим, естественным образом и спрашивают друг друга, а как вы думаете, не придет ли и он, Иисус, на праздник? 57 стих. Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его. Первосвященники и фарисеи стремятся не допустить огласки, они хотят тайным образом взять и убить Иисуса. Поэтому и отдают распоряжение своим служителям, разным людям, что если они где-то увидят, что пришел Иисус, а в прежние разы Он приходил незаметно в Иерусалим на праздники, чтобы тут же об этом сообщили первосвященникам и фарисеям, они Его схватят и тайком от народа убьют. И проблема будет решена. Но не таков был промысел Божий, ибо Господь Иисус Христос торжественным образом войдет в Иерусалим, и люди, которые будут Его встречать, будут восклицать ассанно ждать от Него поучения и всячески Его приветствовать. Таким образом, еще на протяжении нескольких дней после входа в Иерусалим Господь будет и беседовать с горожанами, и наставлять их поучать в том, в чем они нуждаются. И замысл фарисеев и первосвященников не будет при этом реализован. Но об этом в следующей части в продолжении евангельской истории. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Иерусалим вклад, оцени, иерусалим вклад,